Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас всех в онлайн-пространстве Университета правительства Москвы. Галина Алексеевна Сульдина, заведующая кафедрой Государственного управления и кадровой политики, доктор экономических наук, профессор и руководитель образовательной программы. Светлана Александровна Владимирова, доцент кафедры Государственного управления и кадровой политики. И сегодня мы с вами как раз поговорим о нашей программе управления персоналом. Если в процессе нашего рассказа у вас будут возникать любые вопросы, вы их пишите в чате, мы обязательно в конце вебинара оставим время и на все вопросы максимально подробно ответим. Дорогие друзья, сегодня у вас интересный и такой сложный период в вашей жизни. Вам предстоит сделать выбор, выбор своей будущей профессии. В нашу эпоху перемен, в эпоху изменений, если вы посмотрите, уже многие профессии ушли в историю. Некоторые профессии только начинают свое существование в нашей жизни. И очень, наверное, сложно в этом многообразии можно затеряться. Однако есть профессии, которые сегодня очень востребованы и еще будут востребованы в течение долгого периода жизни. Это люди, которые работают с людьми в организациях, люди, которые умеют управлять персоналом. И вот такая программа, программа высшего образования, бакалавриат, очная форма обучения, направление управления персоналом, как мы уже здесь сказали, мы сегодня и представляем. Мы свою программу реализуем как целенаправленную подготовку профессиональных и высокоэффективных специалистов сферы ИЧАР. ИЧАР – человеческие ресурсы. И, конечно, как я уже сказала, специальность, направление является особо востребованным. Почему? Стоит ответить на этот достаточно, может быть, непростой вопрос для нас. Конечно, сегодня произошла некая такая, знаете, переориентация в понимании того, что действительно является определяющим фактором и главным ресурсом развития. Развитие любого крупного города, как наш великолепный город Москва. Развитие своей организации, корпорации, компании, конечно же, системы государственного управления. Это люди с их знаниями, умениями и навыками. И здесь хотелось бы сказать, что, вы знаете, сегодня работодатель каких менеджеров хочет видеть. А мы выпускаем и учим, и обучаем будущих менеджеров по персоналу. Это люди, которые будут обладать организаторскими и коммуникативными навыками. Навык неделового общения, умение работать в команде управленцев. Вот все эти навыки, они, конечно, создают сегодня определенно конкурентное преимущество на рынке труда. И я бы, наверное, сказала просто, не только конкурентное преимущество, а на самом деле одна из приоритетных сегодня ценностей нашего современного мира – это именно владеть вот такими навыками. И вот в нашей программе мы как раз и предлагаем, как можно освоить современные технологии работы с персоналом. Вы знаете, на самом деле, вы, наверное, привыкли слышать, что технологии – это что-то связано с инженерными специальностями и тому подобное. Но на самом деле управленческая сфера, управленческая наука и управленческая практика тоже не стоит на месте. На сегодняшний день, поскольку мы должны быть адаптивными к современным изменениям, очень много новых форм, методов управления людьми входит в нашу профессиональную деятельность, в нашу практическую деятельность. Мы помогаем осваивать и представляем студентам, как правильно и нужно это сделать, освоить методы, инструменты подбора персонала, как мотивировать людей на труд. Потому что сегодня все хотят видеть определенный результат и достигнуть цели своей организации. Конечно, безусловно, все это верно. Но как настроить людей так, чтобы они добровольно это сделали и были мотивированы? Как их стимулировать? Мы сегодня говорим о том, что нужно развиваться на протяжении всей жизни. Опять же, что? Каким образом можно воздействовать на людей? Какие есть рычаги, чтобы персонал постоянно развивался в нашей компании? Конечно, еще одна серьезная тема на сегодняшний день – это как создать эффективную команду. Это все организации во всем мире, во всех государствах ломают голову и думают, как же сделать так, чтобы наша команда была эффективной и получить результат нужный, и достигнуть этих целей. Вот у нас тоже в нашей образовательной программе мы стараемся, чтобы наши будущие нынешние студенты, а будущие профессионалы, руководители, менеджеры по персоналу владели этим навыком и смогли создавать такую эффективную команду. Ну и, конечно, вопросы лидерства, которые сегодня тоже необходимы, между прочим, и просто, наверное, менеджеру, да, Светлана Александровна? Абсолютно. То есть, согласны? Я вот хотела даже... Да, что лидеры – это... Да. Корпоративный университет Сбербанка провел исследование такое очень масштабное. Они изучили систему подбора персонала во всех крупных компаниях, как в бизнес-структурах, так и в государственных структурах, и они выявили топ-10 навыков, качеств, которые наиболее часто проверяются на собеседованиях. Вы их можете найти легко в интернете, они будут тратить на это ваше время, но все эти 10 навыков, 10 качеств, наиболее часто проявляемых на собеседовании, то есть наиболее важных для работодателей, они все связаны с искусством коммуникации с людьми, влияния на людей, управления людьми, лидерством, про которое говорит... Созданием эффект-команд, да, конечно. Да, и лидерские качества, они, конечно, сегодня нужны менеджеру, особенно по персоналу. Еще такая отличительная особенность интересной нашей программы, мы так выстроили наш учебный план и наше обучение, что программа позволяет повысить свою личную эффективность, обеспечить успешный карьерный рост. То есть если у вас есть желание еще заниматься своей карьерой, развиваться через всю жизнь, как сегодня это просто для того, чтобы быть адаптивным, адекватным в современном условии, как я уже говорила, конечно, нужно постоянно развиваться. Поэтому вот программа и позволяет использовать свои, развивать личностные и профессиональные качества. То есть наша программа нацелена... Наша программа нацелена на тех абитуриентов, на тех людей, которые действительно хотят сформировать, расширить свои именно практические навыки, приобрести высокий уровень квалификации и получить новые знания. Сегодня без знаний тоже со мной, наверное, все согласятся, потому что без знаний... Так и называется у нас сегодня такая эпоха экономика знаний. Без знаний никуда. Поэтому вот как именно использовать вот эти знания, полученные на практике в своей профессиональной деятельности, и еще раз повторюсь, стать действительно компетентными профессионалами в области управления людьми, вот этому мы и обучаем на нашей программе. Что касается качества обучения и преимущества нашей программы, у нас их достаточно. Хотелось бы остановиться на следующем. Мы университет правительства Москвы, являемся структурой правительства Москвы, поэтому наша программа в первую очередь нацелена на использование передового опыта правительства Москвы в подготовке кадров. Это касается и технологий, и методик, и форм обучения. И наш университет является одним из ключевых в подготовке кадров для города Москвы. Поэтому у нас есть именно уникальная, знаете, это не просто слова, уникальная возможность использовать все новейшие кадровые технологии, которые сегодня есть, и достижения в системе нашего обучения. Вот здесь хотелось бы сказать, что наши студенты имеют, опять же, уникальную возможность непосредственно участвовать в тех кадровых проектах, которые есть в правительстве Москвы. Их действительно очень много, различных кадровых проектов. Студентов привлекают. Мы немножечко, чуть подробнее об этом подальше расскажем. И студенты с удовольствием участвуют в кадровых проектах. Сами говорят студенты, что это такой бесценный опыт. Более того, в нашем университете обучаются и взрослые люди. Это дополнительное профессиональное образование. Это и государственные служащие, и муниципальные служащие. Это люди из бизнеса. Поэтому всегда есть такой тандем, возможность общения и выстраивания взаимоотношений между взрослыми людьми и нашими студентами, что является, безусловно, очень ценным. Чем мы еще гордимся и чем мы уникальны, опять не побоюсь этого сказать, мы предоставляем нашим студентам и обеспечиваем их на 100% местами практики. Практику могут проходить студенты в различных организациях и в органах государственной власти, в бизнес-структурах. Поэтому родителям здесь не нужно, уже отсутствует головная боль, где их ребенок будет проходить практику. Более того, в соответствии с нашим учебным планом, у нас с первого курса начинается учебная практика. Две недели уже на первом курсе ребята проходят практику где-то в организациях. И дальше, включая четвертый курс, идет производственная практика, дальше преддипломная практика. Поэтому здесь действительно мы обеспечиваем практикой. Хотелось бы сказать о высокопрофессиональных наших преподавателях. Не могу об этом сказать. У нас очень интересные, действительно интересные люди работают на кафедре штатные преподаватели, доктора наук, кандидаты наук, то есть профессора, доценты. И вы знаете, поскольку данная программа носит прикладной характер, многие наши штатные преподаватели являются сертифицированными тренерами и бизнес, и бизнес-тренерами и коучами. Вот здесь хотелось бы еще подчеркнуть и акцентировать внимание на следующем, что в соответствии с нашим учебным планом, 20% в учебном процессе должны быть преподаватели практики. Поэтому вы знаете, как интересно у нас проходят занятия, если 20% преподавателей у нас практикующие люди. Кто это? Вы спросите, наверное, кто это. Это люди из структур, органов исполнительной власти города Москвы. Это руководители компаний. Это руководители HR-департаментов в различных бизнес-структурах. Они также, как и штатные преподаватели, ведут занятия, принимают зачеты, принимают экзамены. Поэтому здесь, конечно, ребята получают на самом деле в нашей образовательной программе такие практические навыки, еще раз, используя теорию сразу на практике, не дожидаясь, когда они выйдут на работу. Что еще подтверждает востребованность специалистов по управлению персоналом? Наверное, ничто так явно не подтвердит, как определенные цифры. И здесь хотелось бы сказать, что специалисты в области управления персоналом на разных должностях, они достаточно высокооплачиваемые люди. Вот это буквально небольшой такой микрообзор должностей, который прямо сейчас, вот эти вакансии, они размещены на портале Superjob. Вакансии все, как на портале Superjob, так и на портале Headhunter, они доступны, вы их можете сами посмотреть, сами увидеть. Кроме того, аналитика этих порталов поиска работы подтверждает, что вакансии в сфере управления персоналом, они очень актуальны. Это те люди, которых чаще всего ищут, и по вот разным оценкам входят в топ-5, топ-10 самых востребованных профессий. Это специалисты самые разнообразные в области управления персоналом. Кроме того, мы бы хотели отметить... Да, потому что это наша востребованность, да? Да. Вот этот профиль, он действительно, чем еще очень хорош, он действительно очень универсальный. То есть вы сможете работать как в государственной, в государственной службе, так и в бюджетной сфере, так и в коммерческих организациях. А тут дело в том, что жизнь непеременчива. Как Галинксейна совершенно правильно сказала, сейчас эпоха перемен, и что-то меняется. В молодости мы хотим стать и работать, и мечтаем быть занятыми в одной сфере. Через какое-то время, может, прошло 10-20 лет, мы хотим уже сменить сферу, может, эта сфера перестала быть актуальной. И вот этот профиль, он нам позволяет это сделать действительно, потому что специалисты по управлению персоналом, они работают и в финансовых структурах, и в бюджетных структурах, и в некоммерческих организациях. Они работают и в тех же страховых компаниях, они работают и в органах власти. И вот те же наши студенты, которые проходят практику, они действительно, этот профиль отличается еще тем, что они в качестве мест практики могут выбрать не только ведомственные и подведомственные учреждения правительства Москвы и те же департаменты и префектуры, они проходят практику в банках, например, тот же банк Уралсит, они проходят практику в компаниях большой четверки. Например, это компания КПМГ, компания PricewaterhouseCoopers, компания Deloitte, вот такие вот крупные консалтинговые структуры. Кроме того, у нас есть договор о практиках с компанией Pepsi Cola, Coca-Cola. Я думаю, что здесь еще стоит добавить, что у нас стали, уже стала традиция, и мы проводим регулярные встречи с потенциальными работодателями. То есть работодатели приходят к нам в университет, встречаются с нашими студентами, рассказывают о своей профессиональной деятельности, о вакантных местах, и приглашают наших студентов пройти собеседование, пройти отбор, подбор. И уже не единичные случаи, когда наши студенты после таких мероприятий сначала проходили практику в этих организациях, а затем становились там полноценными штатными работниками. Да, очень часто действительно таким образом происходит, что предложение о трудоустройстве наши студенты получают еще до получения диплома. Они хорошо проявили себя, хорошо... ...управление занял второе место по Москве среди различных вузов, которые готовят специалистов в области управления персоналом. То есть есть возможность... Кстати, все студенты, которые участвовали в этом мероприятии, абсолютно как все и другие, обучаются очень хорошо и имеют возможность получить достаточно практические навыки, участвуя в разного рода таких мероприятиях. Хотелось бы сказать, наверное, о контенте нашей образовательной программы, о контенте дисциплин. У нас очень много дисциплин по учебному плану. Учебный план вы можете с учебным планом ознакомиться на официальном сайте нашего университета. Учебный план составлен в соответствии в первую очередь с потребностями рынка труда и, конечно, с федеральным образовательным стандартом. Очень много различных дисциплин, и мы бы сегодня хотели вам представить профильные дисциплины нашего учебного плана. Да, вот эти профильные дисциплины как раз говорят о том, что эта программа, это направление — это такой яркий представитель профессий, который называется по-другому «человек-человек». То есть у нас есть профессия «человек-природа», у нас есть профессия «человек-техника», а вот эта группа профессий — именно «человек-человек». То есть студенты в процессе обучения, они у нас учат проводить собеседование и в том числе и тренируются в прохождении собеседований. Они у нас учат организовывать работу других людей, они у нас учат мотивировать персонал, они учат коммуницировать, проводить переговоры, управлять конфликтами, управлять стрессами, формировать корпоративную культуру. Все самые нужные, самые востребованные навыки они приобретают благодаря изучению вот этих профильных дисциплин. И мы эти профильные дисциплины всегда адаптируем к требованиям рынка труда. То есть при составлении учебных планов всегда задействованы эксперты, гуру, практики из бизнеса, из управления госслужбы и кадров, с которыми мы консультируемся на предмет того, что сейчас актуально наиболее. И, соответственно, учебный план дисциплины перестраиваем, подстраиваем под это. Ну, сегодня еще работодатель, и мы обсуждали этот вопрос, да, очень важные вопросы. Какой менеджер может быть без основ знаний психологии управления? Поэтому большой блок дисциплин у нас именно по психологии управления, что, конечно, сегодня очень важно для того, чтобы регулировать различные кадровые процессы в любой организации. Как Светлана Александровича сказала, это управление конфликтами и так далее. Поэтому, конечно, вот в этом плане наша программа тоже привлекательна. И вот как раз интерактивный формат обучения, который очень активно применяется у нас в ВУЗе, он позволяет навыки, которые они получают на этих профильных дисциплинах, уже сразу применить на практике и отработать в той или иной форме. То есть это и решение кейсов, это и тренинги, это и командные работы, это и мастер-классы, о которых уже Галин Ксивина сказала, это и выполнение собственных проектов участниками. То есть когда они работают в аудитории, в группе, студенческая группа, она на самом деле очень близка и напоминает тот же трудовой коллектив. Они уже учатся и проводить переговоры, и управлять стрессами, управлять конфликтами. То есть они имеют возможность теорию сразу же применить на практику. Действительно, у нас, конечно, в этом смысле им очень интересно учиться. То есть вот этот интерактив – это обязательная составляющая нашей образовательной программы, обязательно занятия, часть занятий проходит в форме деловых игр, тренингов. И, как я уже сказала, у нас и сами преподаватели, наши преподаватели, и практики, на занятиях все эти формы обучения используются. И ребята очень довольны, и всегда студенты говорят, что мы действительно, не выходя из темы университета, уже начинаем познавать и, как сказать, овладевать вот этими практическими навыками, что, как вы понимаете, тоже является очень интересным и придает такой прикладной характер нашей программе. В завершении мы готовы ответить на ваши вопросы, если они нет, если их нет, то еще раз вам напомнить, что мы в любое время практически отвечаем на ваши вопросы по телефону, который здесь указан. Это мой мобильный. Можно писать в мессенджеры, можно писать сообщения, можно писать на почту, которая указана на сайте. Можно просто звонить и задавать вопросы. И, конечно, мы будем очень рады видеть вас с нашими студентами. Дорогие друзья, если вы действительно хотите стать эффективными управленцами, научиться искусству делового общения, психологии управления, стать лидерами и просто руководить людьми, то мы ждем вас на нашей программе. Спасибо вам большое. Приходите к нам. Хороший вопрос. Так, вопрос от Дианы. Я отвечу тогда, Валентина. Какие экзамены будут при поступлении? То есть, если вы поступаете после окончания школы, вы поступаете по результатам ЕГЭ. Это три ЕГЭ, профильная математика, общество знаний и русский язык. Если вы поступаете после колледжа, у вас есть два варианта. Вы можете поступать по результатам вот этих профильных ЕГЭ, либо вы можете, если они у вас даны, они у вас актуальны, либо же вы можете сдавать наши профильные вступительные испытания, которые у нас в ВУЗе проводятся для выпускников колледжа. Это тоже математика, общество знаний и русский язык. Какой балл на бюджет? Бюджета у нас нет, к сожалению. У нас одна группа, это управление персоналом, это контрактная форма обучения. Но у нас есть программы стипендиальные, которые можно рассматривать как такую помощь в оплате обучения. Есть система стипендий, есть и стипендии ректора, есть и стипендии УЖВы. То есть есть варианты для хороших, прилежных студентов, которые хорошо проявляют себя для того, чтобы получить эту стипендию. А если говорят, что надо будет сдавать два экзамена, то какие? Заочно, если возможно, посещать психологию сочную. У нас в любом случае это три профильных ЕГЭ. Три ЕГЭ. Это профильная математика, общество знаний и русский. Поступление по трём ЕГЭ, не по двум. Вот я отвечу на... Вы закончили, да, Сэнс? По поводу магистратуры. Да, у нас есть магистратура, направление управления персоналом, образовательная программа, стратегическое управление персоналом организации. Дело в том, что магистратура, заочная форма, это обучение, когда у вас уже есть... Вы окончили бакалавриат. И психология, вот я не поняла, психология дневную. У нас нет дневной психологии. То есть это мы сейчас... Сегодня говорили про программу очной формы обучения бакалавриата. Это после школы, колледжей. То есть это высшее образование, когда человек получает. После получения диплома бакалавриата у вас есть возможность, если есть желание, прийти к нам же в магистратуру по направлению управления персоналом. Она у нас пока на сегодняшний день в заочной форме обучения. С ценами, что вы показали в начале, пожалуйста. Да, конечно. Это не файл с ценами. Сейчас вернем этот файл. Это файл с зарплатами, которые... Да, это есть... Зарплаты, да. Зарплата. Которые сейчас предлагают... Зарплата. ...труда для специалистов в области управления персоналом. Что касается цены обучения, если вы хотели этот вопрос задать, то обучение стоит 216 тысяч в год. Ангелина, будьте любезны, скажите, пожалуйста, есть ли первое высшее, другой вуз? Наверное, мы говорим про магистратуру тогда. Я правильно понимаю? Да. Конечно, в магистратуру по управлению персоналом нет никаких ограничений. Вы можете, получив любое образование в другом вузе, прийти к нам и поступить в магистратуру, если пройдете соответствующее испытание, вступительное, учиться у нас в магистратуре на направлении управления персоналом, образовательной программы, стратегическое управление персоналом организации. Да, конечно. И мы еще хотели вам напомнить, что у нас проходят встречи в Zoom по средам и субботам в 14.00, где ответственный секретарь приемной комиссии отвечает на все интересующие вопросы. Поэтому вы можете по средам и субботам подключаться в Zoom и задавать там те вопросы, которые вас интересуют. Да, можно получить опыт работы. Как мы уже сказали, Дарья, то есть первое, у нас студенты проходят практику обязательно в данном направлении, в определенных организациях. Еще раз, это могут быть органы исполнительной власти города Москвы, то есть различные департаменты, комитеты. Это могут быть подведомственные организации. Это могут быть любые абсолютно компании, корпорации, то есть бизнес-структуры. Это практика обязательная для всех, она в учебном плане. Более того, студентов привлекает постоянно, они с удовольствием участвуют в реальных проектах, кадровых проектах правительства Москвы. Поэтому абсолютно правильно вы здесь поняли, что уже учась в университете на данном направлении можно получить опыт, практический опыт работы. Да, спасибо за вопрос. Я так понимаю, это все вопросы. Буду готовиться. Да, все вопросы. Если вы вспомните что-то еще, обязательно звоните, пишите в мессенджеры, либо подключайтесь в Zoom по средам и субботам. Спасибо.